Многочисленные независимые краш-тесты подтвердили печальную истину. Никакой адаптер не способен заменить специализированное детское удерживающее устройство. В случае фронтального удара эффект подныривания травмирует шею, голова получает сильнейшую травму при ударе о колени. При боковом столкновении адаптер вообще бесполезен. В этом случае маленького пассажира может спасти только специальное кресло. Всех детей как бы разбили на две подгруппы. До 7 лет, от 7 до 11 лет. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и в кабине грузового автомобиля, конструкции которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детской удерживающей системы изофикс, должны осуществляться с использованием детских удерживающих систем устройств, соответствующих весу и росту ребенка. То есть тут конкретно прописывается уже, что только используется специальное удерживающее кресло. Никакие другие системы под собой не подразумевают присутствие для детей до 7 лет. Детям от 7 до 11 лет, что называется, повезло. Комплекции у ребят в этом возрасте бывают очень разные. И даже в самое просторное детское удерживающее кресло влезть смогут уже не все. Поэтому в правилах появилось небольшое послабление, которое касается, правда, только задних сидений. Они могут перевозиться как в специальных креслах детских, специальных удерживающих, так и пристегиваться на заднем сидении автомобиля с помощью штатных ремней безопасности. Но тут есть некая оговорка, что на переднем сидении автомобиля ребенка до 12 лет можно перевозить только в специальном кресле. Сотрудники ГИБДД также обращают особое внимание на два принципиальных момента. Во-первых, перевозка детей младше 12 лет на заднем сидении мототранспорта категорически запрещена. Во-вторых, маленьких детей запрещается оставлять в машине одних. Теперь постановлением правительства также установлен запрет на оставление ребенка младше 7 лет в салоне автомобиля без совершеннолетних сопровождающих. За данное правонарушение водители будут привлекаться к административной ответственности. Июньское постановление правительства также внесло в правило и ряд менее серьезных изменений, касающихся расположения транспортных средств на проезжей части. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.